Здравствуйте! Это программа «Наше время». Меня зовут Станислав Тетерятник. Как много хочется успеть за короткое сибирское лето. Сегодня мы говорим о безопасном отдыхе, ведь отдых сам по себе не может быть опасным. Опасным может быть беспечный отдых. В гостях программы «Наше время» начальник управления по делам ГВЧС города Барнаула Вячеслав Романов. Здравствуйте, Вячеслав Анатольевич. Ну что ж, мы прекрасно с вами понимаем, что впереди для служб, отвечающих за обеспечение безопасности горожан, жаркая пора в прямом и переносном смысле. Но у нас с вами есть возможность и предупредить. В очередной раз, быть может. Но, видимо, того требует ситуация ежегодно, к сожалению, поскольку трагедии, наверное, не ошибусь, случаются ежегодно. Давайте начнем с того, что впереди купальный сезон, и это главное. И чем запомнился, быть может, какими печальными событиями прошлый купальный сезон? Ну, вы совершенно правы. Что касается прошлого купального сезона, мы все помним, что жаркое засушливое лето. Естественно, люди в основном тянулись к воде. И, к сожалению, у нас статистика прошлого года достаточно нехорошая. У нас произошло 53 происшествия на водных объектах. 40 человек погибло, 4 человека не найдены до сих пор. К сожалению, каждый третий, наверное, случай зарегистрированных происшествий связан с принятием алкогольных напитков. И плюс, вы правильно говорите, беспечность – это по отношению к детям. Взрослые оставляют детей, были случаи гибели детей на водных объектах. Мы об этом обязательно поговорим, о правилах, вероятнее всего, поведения взрослых и взрослых в отношении детей. Вероятно, сыграло свою роль то, что в прошлом году пляж основной оборудованный не работал по известным причинам. И, естественно, что люди тянулись к тем местам, которые не оборудованы. Но в этом году, насколько известно, будет работать два пляжа – водный мир и городской основной пляж. Вот какова готовность и готовы ли они будут принять тот поток, который хлынет, если можно так сказать, к воде? Да, в этом году готовятся два пляжа – это водный мир и пляж городской на острове Помаскин. Значит, пляж городской на прошлой неделе комиссионно был принят, он практически готов. Сейчас остались только пробы воды Роспотребнадзора, как питьевой, так и воды в акватории пляжа. Остальные атрибуты оборудования пляжа полностью готовы. В соответствии с постановлением администрации города, купальный сезон у нас открыт 10 июня. Но в связи с прохладной погодой, видимо, открытие пляжа будет несколько позже. Ну и плюс достаточно высокий уровень воды в реке Обь. Небольшая часть территории пляжа пока находится под водой. Но вместе с тем, я уже сказал, все атрибуты, которые необходимы, они проверены. Дно проверено водолазом и на водном мире в том числе, соответствующие акты есть. Поэтому вот эти два пляжа будут готовы принять горожан в летний период. Вячеслав Анатольевич, в Барнауле утверждены правила использования водных объектов общего пользования. Что это за правила, если вкратце, и какие полномочия предоставляют, может, вам по контролю, и к чему обязывают сами горожан? Да, значит, решением Барнаульской городской думы утверждены правила использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд. Они разработаны в соответствии с водным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации Алтайского края о правилах использования в водных объектах. Там распределены полномочия как Барнаульской городской думы, администрации города, права и обязанности. И, в сущности, в них есть все ответы на то, как использовать водный объект в той или иной степени. Можете конкретизировать. Вот, например, мы имеем в виду акваторию реки Обь, которая доступна в качестве места общего пользования. Где границы, которые нельзя переходить, наверное, любому жителю? Тут необходимо говорить так, что у нас все поверхностные объекты, объекты водного пользования, они общедоступны в соответствии с водным кодексом. Любой гражданин вправе иметь доступ к любому водному объекту, плюс береговая полоса рек, прудов, озер в пределах 20 метров, она тоже является общедоступной. Что касается малых рек, длина которых от истока до устья менее 10 километров, там ширина береговой полосы общедоступна 5 метров. Поэтому и к реке, и к озерам, и к прудам любой гражданин имеет свободный доступ. Но вместе с тем в правилах возможны ограничения доступа. Они связаны с различными видами мета и, допустим, проведение различных учений. Если вода оказывается заражена теми или иными отходами, если эти места определены надзорными органами как опасные для купания, и тогда на основании предписаний надзорных органов, органы местного управления выставляют специальные информационные знаки о запрете купания или правилах поведения возле данного объекта. Вячеслав Анатольевич, мы все прекрасно знаем, что в районе речного вокзала, да и в других, наверное, местах, не оборудованных для купания, опасных причем, опасных не только на первый взгляд, но, к сожалению, по статистике опасных. Там выставляются аншлаги предупреждающие, запрещающие. И тем не менее, любой рейд, любая проверка, любой взгляд, там находятся люди, отдыхают, не всегда просто отдыхают, как вы совершенно справедливо заметили, с употреблением спиртных напитков. Все-таки основная причина – это употребление спиртных напитков или есть еще какие-то, когда несчастности? Ну, вы практически правильно сказали, что люди идут везде. Вот если это Барнаул, то у нас достаточно много водоемов. Наверное, кроме железнодорожного района, в каждом районе есть пруды, озера, речки. И, естественно, оборудовать пляжи на всех за счет муниципалитета достаточно большие расходы, если оборудовать пляж по всем правилам. Да, люди идут запретить, мы им, к сожалению, не можем. Сам доступ. Да, сам доступ. Поэтому мы использовали и в прошлом году передвижные спасательные посты с целью предупреждения от несчастных случаев. То есть через мегафон, через специальные плакаты предупреждали людей об опасности купания. Вот чем опасна река Обь? Это, во-первых, конечно, и течение. Во-вторых, люди могут даже сегодня купаться в этом месте, а завтра в этом месте может принести какую-нибудь корягу. И человек, купаясь, об этом, естественно, не знает. Дно там не обследуется, как на пляжах. Поэтому главная рекомендация, конечно, чтобы обезопасить себя, обезопасить своих друзей, детей, это, конечно, купание только в оборудованных местах. Но, тем не менее, есть рекомендации, насколько мне известно, и как проводить время и в необорудованных местах. Но это касается, прежде всего, детей. Вот если семья выезжает, что должны сделать взрослые для того, чтобы максимально обезопасить себя, если уж так получилось, что доступный объект с хорошей водой, достаточно прозрачный, чистый, прекрасное место? Ну, насчет детей, это, конечно, отдельная статья. Это не только на воде. Вообще, за детьми должен быть постоянный присмотр. Тем более, если выезжаете на отдых к водоему, не оборудованному, то есть не имеющему пляжа, то тем более такой присмотр за детьми должен быть. То есть не оставляйте их без внимания. Потому что ребенок может поскользнуться и буквально на небольшой глубине просто захлебнуться и погибнуть. Ну, прежде всего, необходимо помнить, что для детей дошкольного и школьного возраста необходимо выбирать глубины не более 0,7 метра. То есть 70 сантиметров. Для детей школьного возраста, уже, ну, старшеклассников, это метр двадцать. Вот такие примерно рекомендации. Естественно, надо перед тем, как пустить ребенка купаться, взрослым необходимо самому проверить дно, чтобы там не было тех же коряк, не было битого стекла. К сожалению, у нас такие случаи бывали. И только после этого купаться с ребенком и желательно находиться рядом с ним постоянно. Ну что ж, по отдыху на воде, полагаю, исчерпывающая информация. Все мы, опять же, понимаем, что отдых, летний отдых – это приусадебные участки, это дачи, это поездки в лес, где воды, пожалуй, как раз и не хватает, поскольку пожароопасный период тоже у нас длится достаточно продолжительное время и не лишним будет, на мой взгляд, напомнить о мерах пожарной безопасности. Вот правила поведения в лесу. Напомните, пожалуйста. Ну и в лесу, и в садоводствах. Это, конечно, актуально в летний период. Тем более, правильно, начиная с мая месяца и практически до конца октября у нас во многих пригородных территориях горожане отдыхают на дачных участках, участках, садах, огородах. Значит, здесь основные правила какие? Ну, во-первых, действительно, пожарные части у нас находятся на территории города и прибывают они в садоводство, конечно, с опозданием. Тем более, мы знаем территории садоводств, какие там проезды бывают, достаточно сложные для проезда пожарной машины. Тем не менее, каждый собственник своего дачного участка обязан соблюдать элементарные правила. Ну, во-первых, иметь емкость, наполненную водой, иметь первичные средства пожаротушения, желательно, конечно, огнетушитель иметь. Ну и при работе на дачном участке не сжигать сухую траву, мусор, как на дачном участке, так и вблизи строений. Вообще, ближе 50 метров от зданий и сооружений разводить костры и сжигание мусора запрещено правилами противопожарного режима. Что касается лесов, то прошлый год тоже был достаточно сложный. У нас на этот период уже было 66 лесных пожаров зарегистрировано, в текущем году пока два. Это все в пределах... Да, в пределах городского округа. Это и лесные пожары, и ландшафтные пожары, когда сухая трава горит в пойменных местах. И, к сожалению, вот эти ландшафтные пожары для садоводства, они угрозу несут, потому что практически они подходят вплотную к садоводству, к ранним домикам. Ну, лето в прошлое достаточно жаркое было, поэтому мы проводили опашки. Ну, в этом году и погода нам, конечно, благоприятствует, поэтому снижение количества пожаров в этом году наблюдается значительно. Ну, а в лесу правила точно такие же. Это не разводить огонь, когда сухостой, под кронами деревьев, не кидать различные, допустим, паклю, тряпки, вату, пропитанные горючими веществами, бензином, керосином, маслами, потому что их необходимо собирать и вывозить. Это очень пожароопасные вещи. Ну, и многие еще у нас курят, это спички, окульки, обязательно их необходимо тушить. Основные правила. Скажите, как часто вам приходится повторять эти правила в связи с профессиональной деятельностью, тем, кто, прослушав их, забывает? И остается ли у вас, быть может, силой и уверенностью в том, что можно убедить людей быть небеспечными? Да, мы к этому идем, стараемся. И, как говорится, не устаем эти правила повторять, потому что повторение мать учения. И мы используем все средства для того, чтобы данные правила доходили до людей. Это и средства массовой информации, и печатные, и телевидение. Это размещение памяток на сайтах различных. Используем мы ролики в транспорте. Заключен договор с первым маршрутным телевидением. То есть элементарные правила безопасности по сезону в течение всего года размещаются во всех средствах массовой информации. И зимой, касающейся безопасности в зимний период, весной, летом, во все сезоны. Что считаете наиболее эффективным? Да, я думаю, комплекс. Потому что кто-то больше в интернете, как говорится, занят. Кто-то смотрит телевидение, кто-то на радио, кто-то читать любит. Поэтому эффективно все. Используем все. Ну, слушай, я благодарю вас, Вячеслав Анатольевич. Безопасного лета. Всем, всем нам. Благодарю за участие в программе. Спасибо. Зрителям напомню, что сегодня в гостях у программы наше время был начальник управления по делам ГВЧС города Барнаула. Вячеслав Анатольевич Романов. Берегите себя. До встречи. Прежде чем идти купаться, не забудьте взять с собой булавку. Пристегните ее к плавкам. Она может понадобиться вам, если у вас в воде неожиданно начнутся судороги. Купание даже в известном месте сопряжено с определенным риском. В холодную воду входите не спеша. Дайте адаптироваться. При резкой смене температуры может произойти спазм дыхательных путей. Постоянно контролируйте свои силы. Если вы почувствовали усталость, дайте возможность организму передохнуть. Лучший способ снять напряжение – перевернуться на спину, широко раскинув руки. Если вы далеко от берега и почувствовали, что сводит ногу, главное – не паниковать. Воспользуйтесь булавкой. Если булавки у вас не оказалось, попробуйте ущипнуть икроножную мышцу. Если и это не помогает, используйте еще один известный прием. Крепко возьмитесь за большой палец ноги и резко выпрямите ее. Теперь вы можете не спеша доплыть до берега. Сразу начинайте действовать. Если есть возможность, бросьте утопающему спасательный круг. Постарайтесь правильно рассчитать расстояние и силу броска. В случае, когда человек не сумел воспользоваться кругом, плывите к нему на помощь. Прежде чем броситься в воду, снимите с себя тяжелые вещи. Если утопающий адекватно реагирует на происходящее и находится в сознании, помогите ему добраться до берега, подставив ему свое плечо. Подплывая к пострадавшему, не теряйте его из вида. Если он ушел под воду, запомните место, где это произошло. Наберите в легкие побольше воздуха и ныряйте. Обнаружив человека, хватайте его за волосы и тащите на поверхность. Двигаясь к берегу, следите за тем, чтобы лицо пострадавшего было над водой. Запомните, ваша безопасность в воде – залог успешного спасения. Панический страх утопающего может стать для вас причиной смертельной опасности. Когда человек не контролирует свои действия, он судорожно цепляется за вас и тянет на дно. Поэтому приближайтесь к нему со стороны спины. Если утопающий мешает вам действовать, освободитесь от захвата, ненадолго нырнув. Затем обхватите его грудную клетку одной рукой и плывите к берегу. Редактор субтитров А.Семкин